Дарья Борисова Плюшевая Витя по душе щенячьи забавы. Любит, чтобы почесали за ушком, купили игрушку, дали порезвиться на лужайке. Но для своих пяти месяцев собака она довольно образованная. Учится давать лапу и уже освоила команду апорт. Если у человека, например, упали перчатки или ключи, апорт – это команда отдавать, но на то, чтобы она подняла и принесла в руки какой-то предмет. Это умение для Виты жизненно необходимо. Она будущая собака-поводырь для слепых и подшефная центра собаки-помощники-инвалидов. Первый год жизни щенок будет воспитываться в семье. Своими четырьмя лапами Вита делает первые шаги в профессию в семье Есиных. Они опытные волонтёры, участвуют в программе не первый год и воспитывают уже третьего щенка-поводыря. Наша основная задача – научить собаку жить в семье. То есть она должна быть ласковая, она должна быть игривая, она должна знать, что такое лифт, что такое машины. Не бояться пылесоса. Вот одна из задач – приучить собаку к таким бытовым приборам, например. Собака должна к этому привыкнуть и не бояться ничего из того, что будет окружать будущего её подшефного человека в жизни. Волонтёрская программа центра попалась на глаза Ольге случайно и очень вовремя. Дети просили собаку, а взять в семью хвостатого друга навсегда было страшно из-за груза ответственности. Есины рискнули взять щенка на год и уже не смогли остановиться, чему в центре собаки-помощники-инвалидов очень рады. Волонтёры нам очень нужны всегда, мы их очень ценим. Без них не было бы нашей программы без волонтёров, потому что они живут именно в городе. И это очень важно нам, собаку, социализировать, приучать к людям. То есть, вот именно, чтобы она была выращена в городской среде, чтобы ей было в ней комфортно. Наталья Шайдина – тренер Виты и частый гость в семье Есиных. Щенок встречает её с распростёртыми лапами. Задача Натальи – научить его правильно вести себя в условиях города и помогать будущему хозяину с ограниченными возможностями ориентироваться на улице. Сидите. Хорошо. Вот дверь открыли, она спокойная. Поощрили. Можем двигаться дальше спокойно, чтобы она была в спокойном состоянии, невозбуждённом. Не боятся машины, газонокосилки. Этот экзамен Вита сдаёт на отлично. Не обращать внимания на голубей и других собак. Пока для неё задачка со звёздочкой, но Вита старается. Потянуть другие предметы она сможет в центре собаки-помощники инвалидов. Туда щенок отправится после курса домашнего обучения, когда подрастёт. Сейчас в центре 30 собак готовятся стать поводырями. Для такой работы лабрадоры подходят лучше других пород. Лабрадоры, они вообще без агрессии собаки. И очень любят людей. Потом им намного легче приучиться в новой семье. То есть забираем от волонтёров, привозим в центр. Конечно, это все собаки переживают. Но лабрадоры меньше переживают, потому что они очень любят людей всех. Поэтому им в этом плане попроще. Человеку пережить разлуку со щенком бывает сложнее. В семье Есиных не обходилось без слёз. Правда, тосковали недолго. Спустя пару недель центр передаёт волонтёрам на воспитание нового щенка. Бывшие же воспитанники отправляются жить в разные уголки России, чтобы помогать своим слепым хозяевам. Первый лабрадор, выращенный в семье Есиных, уже несёт трудовую вахту в Свердловской области. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.